все закрыто больше одного не собираться а весенний призыв в армии не отменили и амнистии похоже на 9 мая не будет и вообще не будет зачем почему не будет во франции германии в италии в сша отпускает из тюрем заключенных тех кому осталось немного сидеть и тех кто совершил мелкие и ненасильственные преступления в афганистане выпускают заключенных в индонезии выпустили 30 тысяч в иране 85 тысяч из них 10 тысяч вообще помиловали остальные будут досиживать может быть потом а может быть и так исправится покажите мне ваши тюрьмы и я скажу в каком обществе вы живете увы это не я придумала это ваши варианты ну-ка чехов че гевара чемберлен и снова нет правильный ответ черчилль уинстон леонард но не будем вспоминать прекрасные норвежские датские шведские тюрьмы и рассуждать о прямой связи состояния общества и состояние тюрем ну и так все очевидно а что у нас у нас отменены свидания передачи посылки прием новых арестантов москве продолжается но это происходит только в одном единственном сизо все остальные заморожены ни следственных действий ни судов ничего почему бы не распустить по домам тех у кого есть дом кто не опасен но для этого нужно решение суда а суды на карантине не работают кому подошел срок освобождаться условно досрочно тоже сидят потому что нужно решение суда и присутствие потерпевших и все полный алис как говорится капут кодекса перестали действовать конституция давайте не будем упокойной противники амнистии помилования или какого угодно еще акта даже не гуманизма здравого смысла рассуждают но вот выпустим мы людей а у них ни дома ни семьи ни работы правильно да потому что за 20 путинских лет не созданы элементарные механизмы ресоциализации все на бумаге и душат НКО которые могли бы этим заниматься вот вы и убились ладно сейчас не до ресоциализации отпустите тех у кого есть жилье и семья что на зонах делают 150 тысяч наркозависимых они как туда попали а так как голунов могут попасть хоть он и независимый кому-то подбросили как голунову кто-то потреблял его с этим взяли кто-то вообще за компанию и по случаю они опасны но уж точно не сейчас но хорошо это мы такие прекрасно душные или как нас назвали в совете по правам человека при президенте правозащитные истерички ок мы привыкли к такому а верховного комиссара оон по правам человека вы тоже так скажете между прочим он призвала все государства освободить заключенных не представляющих опасности и разгрузить тюрьмы ну да что я вас сейчас тюрьмами гружу сейчас не до них вроде а вот и нет до них потому что наши тюрьмы очаги инфекции думаете откуда берется на свободе туберкулез а вот оттуда он и берется никакой медицины там нет поймите же это я вам вместе с черчиллом говорил то что происходит сейчас тюрьме очень быстро распространится и здесь на свободе на нашей пока еще относительной свободе